Адвокаты Куанды Кабишимбаева просят присяжных заседателей принять справедливое решение и оспаривают в репликах и заключении медицинской экспертизы Тахира Халимназарова. В столице продолжаются судебные премии по резонансному делу о гибели Салтанат Нукеновой. Сегодня реплики прозвучали от защитников подсудимых. Подробнее о судебном процессе расскажет моя коллега Тамирис Белял. Второй день судебных премий по делу Куанды Кабишимбаева открыла Лейла Рамазанова, его защитник. В зале суда уже выступили гособвинители, брат погибшей Салтанат Нукеновой Айдбека Мангельда, три адвоката потерпевшей стороны, а также адвокаты Куанды Кабишимбаева и Бахаджана Байжанова. Адвокат Кабишимбаева начала свою реплику еще вчера. В ее речи прозвучала не только характеристика подсудимого, но и мнение о переписках мессенджерах. В завершении она обратилась к присяжным. Уважаемые присяжные заседатели, я надеюсь, ваше решение будет справедливым и вы примете во внимание все те обстоятельства, которые были рассмотрены в данном суде и свидетельствовали, в частности, о невиновности Куанды Кабишимбаева в истязаниях. Другой защитник экс-министра Ерлан Газымжанов в своей речи обратил внимание присяжных на заключение медэкспертизы Тахира Халимназарова. Он также заявил, что Бишимбаев не вызвал скорую помощь для Салтанат Нукеновой, потому что гадалка ввела его в заблуждение. Кроме того, адвоката возмутили замечания судьи в его адрес. Давайте каждого мужа влазить в любую семью и за три конфликта в год будем давать от 4 до 7 лет. Одну минуту. Защитник, если вы еще раз допустите такие высказывания, суд вынужден будет на это отреагировать соответствующим образом. Вам понятно, защитник? Я понял ваши угрозы. Теперь согласно убийству. Ну, потому что постоянно, уважаемый суд, мне только угрожать. Ну, почему другим так не отманутся? Защитник, одну минуту. Да. Вы знаете требования уголовно-процессуального законодательства. Первая часть судебных премий состоит только доказанности, либо недоказанности. Если вы будете еще раз вести себя соответствующим образом, еще раз вам говорю, суд вынужден будет отреагировать на это соответствующим образом. И это, поверьте, не угроза. Это то, что вы нарушаете сейчас уголовно-процессуальное законодательство. Прозвучала реплика и от Наскен Кусаиновой. Адвокат также высказалась о заключении судмедэкспертизы и стала опровергать результаты исследований. При этом она демонстрировала плакаты со строением человеческого мозга. Там нет убийства, умышленного убийства. Там нет особой жестокости. Защитник, у вас откуда эти рисунки? Если эти рисунки заключения эксперта, который был судом признан недопустимым доказательством, вы не можете на них ссылаться? Нет, уважаемый суд. Эти рисунки я сама с интернета скачала. Но вот эти все моменты я сама включила, чтобы показать, где твердая, где мягкая оболочка. Слово на премиях предоставили и матери Куандыка Бешимбаева. В судебном процессе она выступает его общественным защитником. Впервые Альмира Бешимбаева извинилась перед семьей с Салтанатну Кеновой. Я с глубоким сожалению. Не только я, наша семья. По отдыху приносим глубочайшие извинения за это трагическое, что случилось. Как мать я потерпела фиаско, полное поражение в своем родительстве. Я до конца своих дней буду анализировать, стараться понять, в чем были упущения воспитания с моей стороны. На премиях выступила и сторона защиты Бахаджана Байжанова. Напомню, второй фигурант дела вину не признает. Судебные премия будут проходить в два этапа с участием коллегии присяжных заседателей и в их отсутствии. Во второй части также будут заслушаны реплики и будет запрос наказания подсудимым. Хочу напомнить, что Бахаджану Байжанову сегодня меняют только укрывательство преступления. При этом статьи, которые меняются Хуандыху Бешимбаеву, сегодня являются одними из тяжких в уголовном кодексе Республики Казахстан. Темирез Бляу Ержан Ханапияулы, 24 кезет.